В английском языке существует несколько способов говорить о будущем. В этом видео вы узнаете о некоторых формах выражения будущего времени. Future Simple – будущее – простое время. Образуется при помощи вспомогательного глагола will плюс инфинитив без частицы to. Future Simple употребляется для выражения решений, принятых в момент речи. It's hot here. I will open. Или сокращенно I'll open the window. Здесь жарко. Я открою окно. Future Simple употребляется для предсказания будущих событий, основанного на наших предположениях. Например, she will probably call me later. Она, вероятно, позвонит мне позже. В таких случаях обычно используются глаголы think, believe, expect, думать, полагать, ожидать, а также выражения be sure, be afraid, быть уверенным, бояться и наречия probably, certainly, perhaps. Вероятно, конечно, возможно. Future Simple употребляется для выражения обещаний, угроз, предупреждений, просьб, надежд и предложений. Например, Future Simple используется для выражения действий, описания событий, которые непременно произойдут в будущем, и на которые мы не можем повлиять. Например, Следующим способом выражения будущего времени является оборот be going to, который переводится на русский язык как собираться, что-либо сделать. Форма глагола to be, am, is или are изменяется в зависимости от того, кто совершает действие. Оборот be going to употребляется для описания планов и намерений на будущее. He is going to be a medical student when he finishes school. Он собирается стать студентом-медиком, когда закончит школу. Оборот be going to также употребляется для выражения предсказаний, имеющих объективные основания, то есть, когда некие признаки указывают на то, что действие обязательно произойдет. Например, It's cloudy, it's going to rain tonight. Облачно, сегодня вечером будет дождь. Для выражения будущего времени также используется Present Continuous – настоящее продолженное время. Образуется оно следующим образом. Вспомогательный глагол to be в форме am, is, are плюс смысловой глагол с инговым окончанием. Present Continuous употребляется для выражения действий, запланированных на ближайшее будущее, обычно с указанием времени. Например, They are going on holiday next week. Они собираются в отпуск на следующей неделе. They bought their tickets. Это означает, что они уже купили билеты и точно туда поедут. Еще одним способом выражения будущего времени является Present Simple – настоящее простое время. Образуется Present Simple при помощи глагола в начальной форме. В третьем лице единственного числа добавляется окончание s. Present Simple употребляется в официально составленных расписаниях и программах. Например, My flight to London leaves at 6 o'clock. Мой рейс в Лондон вылетает в 6 часов. Указатели времени или сигналы, употребляемые с формами, выражающими будущее время, следующее. Tomorrow – завтра. The day after tomorrow – послезавтра. Tonight – сегодня вечером. Soon – скоро. Next week – next month. Next year – next summer. На следующей неделе, в следующем месяце, в следующем году, в следующем летом. In a week – in a month. Через неделю, через месяц. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если вам понравилось видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...